нам нужно создать вот такой блок расположенный под слайдом состоящий из трех разделов презентующий наши программы по фотосессии теперь немного отступлю и расскажу как работает этот шаблон все дело в том что заголовки блоков под заголовки и описания подгружаются из созданных дополнительных страниц то есть название блока это название дополнительной страницы вы все поймете на наглядном примере давайте создадим вот этот блок я вас попрошу в новой вкладке открыть консоль редактирования и перейти во вкладку страницы давайте создадим вот этот блок через дополнительную страницу и так нам нужно создать страницу студийная фотосессия соответствующим описанием и так для создания страницы находясь в каталоге из созданных страниц мы кликаем по кнопке добавить новую в открывшейся панели создания страницы вот эту область мы вводим заголовок нашей страницы который будет выгружаться в заголовок подблока а вот в эту область мы вводим описание то есть текст для подзаголовка нашего блока после чего сохраняем изменения кликнув по кнопке опубликовать далее создадим по этому же алгоритму две другие страницы Для этого кликаем по кнопке «Добавить новую». Итак, мы создадим еще две страницы для расположения в качестве блоков «Выездная фотосессия» и «Выезд на мероприятие». Теперь мы возвращаемся в первую вкладку браузера, где у нас открыт сайт. Переходим в панель «Настроить» во вкладку «Tame Option» и подкладку «Future Service Section». Во-первых, мы активируем блок, кликнув вот по этому маркеру. Затем нужно добавить и оформить страницы в качестве подблоков. Для этого мы кликаем левой кнопкой мыши вот эту область, а затем из появившегося списка путем прокручивания области вниз находим нужную страницу для вставки, например, «Выезд на мероприятие» и кликаем по ней левой кнопкой мыши. После чего она добавится на сайт. Вот так. Кстати говоря, после того, как вы добавите страницу, она станет неактивной к добавлению. Теперь давайте добавим две другие страницы, а затем сохраним изменения. Посмотрите, что у нас получилось. Выглядит все просто отлично. Только есть вот эта кнопка, при клике по которой нас будет переадресовывать на страницу, с помощью которой мы сформировали данный подблок. Но опять же мы создаем одностраничный сайт. Поэтому мы эту кнопку скроем. Это мы сделаем на последнем уроке. Теперь давайте вернемся в панель «Настроить» и разместим блок с преимуществами нашей фотостудии. Для этого нам нужно, находясь во вкладке «Tame Option», перейти в подвкладку «About Service Section». Итак, здесь мы должны активизировать наш блок преимуществ. Нам нужно в итоге получить вот такой раздел. Этот блок идентичен настройкам предыдущего. То есть в эти разделы также подтягивается информация из дополнительных страниц. То есть нам нужно создать страницы под названием «Эксклюзивная фотосессия. Приятные цены и богатый опыт» с соответствующим описанием. Давайте приступим. Как это можно сделать, вам уже известно. Поехали. Вот я создал страницы «Эксклюзивная фотосессия», вот страница «Приятные цены», а вот страница «Богатый опыт». Далее мы возвращаемся в панель настройки нашего блока и присваиваем нашему блоку заголовок «Преимущества» и подзаголовок «Почему уже сотни клиентов доверяют нам». Для этого мы вводим соответствующую информацию в вот эти области. И как вы видите, все моментально отобразилось на сайте. Теперь нам нужно настроить иконку, которая отображается между заголовком и подзаголовком блока. Для этого на панели «Настроить» мы открываем вот этот раскрывающийся список и кликаем по понравившейся иконке левой кнопкой мыши, в результате чего она подгрузится в заголовок блока. Вот так. А для того, чтобы свернуть нашу область выбора иконки для заголовка, мы кликаем снова левой кнопкой мыши по значку раскрывающегося списка, в результате чего данная область скроется. Также здесь сразу после заголовка можно загрузить изображение. Но мне не очень нравится, как выглядит тогда данный блок, поэтому я этого делать не буду. Вы же в свою очередь можете подгрузить это изображение. Для этого вы должны кликнуть по этой кнопке, затем загрузить изображение и выбрать его. Как загружать изображение я вам уже ранее показывал. Итак, теперь давайте подгрузим первый подраздел «Преимуществ» «Эксклюзивная фотосессия». Для этого из вот этого раскрывающегося списка выбираем страницу для отображения первой области. Давайте выберем «Эксклюзивная фотосессия», а затем выбираем иконку для этого подблока из вот этого раскрывающегося списка. Как это сделать вы уже знаете. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь привяжем две другие последние созданные нами страницы. То есть настроим два других подблока. Вот так. Далее сохраняем изменения и выходим во вкладку «Тейм опшн». Теперь нам нужно перейти к настройке блока «Презентации нашей деятельности и портфолио». Об этом и поговорим на следующем уроке.